У нас сегодня отличная тема, у нас очень интересная тема. У нас три самых ходовых таких продвинутых возражения, и сегодня мы будем их разбирать по косточкам. Я думаю, что для тех, у кого есть мои диски, не будет особо ничего нового. Но для тех, у кого их нет, возможно, вы что-то такое новое услышите. Я очень прошу людей, у нас сегодня только три возражения. То есть мы возражения, в принципе, разделили на две или три темы, на два или три выступления. Сегодня мы поподробнее разберем три возражения. Это дорого, это гормоны и привыкание. Остальные возражения у нас будут по расписанию. Расписание вебинаров есть вот здесь внизу. Здесь такой есть типа треугольничек. Вы можете нажать и там скачать расписание вебинаров на этот месяц. Плюс для лидеров еще есть вебинар от нашего национального лидера 20-го числа в 9 часов по Алма-Ате. Остальные все вебинары по расписанию. Так, ну что, начнем с вопросами Ирины Козлова. Хорошо. Итак, первое и один из самых ходовых возражений – это когда люди говорят дорого. да, ну, давайте разберем несколько вариантов, то есть ответов, но прежде чем мы их будем разбирать, я хочу, чтобы вы понимали, что входит в стоимость продукта. Да, можно понимать, из чего складывается цена. И первое, то есть есть четыре составляющих, да, цены. И первая цена – это качество ингредиентов, да, то есть из чего-то это надо слепить. То есть, соответственно, вы, в принципе, можете, да, там, купить, там, шашлык, там, на какой-нибудь, там, остановке, да, на железнодорожной станции, или вы можете купить шашлык в дорогом, хорошем, да, ресторане. Вроде бы и там шашлык, и там шашлык, но качество мяса, возможно, другое, да, может быть, здесь более дорогое, там, качественное и так далее. То есть, когда вы будете изучать наши ингредиенты, состав наших средств, то вы увидите, что многие, там, ну, они привезены с каких-то, там, безумных, там, разных, там, островов, там, с разных стран. То есть, в одном средстве может быть собрано с нескольких сан, с нескольких материков, да, ингредиенты. Ну, уже надо вообще каким-то образом, наверное, приколбасить все-таки, да, в одно место. Конечно, можно, девчат, ну, можно, в принципе, да, взять лопух, там, подорожник срезать, и будет вам счастье. Но, с другой стороны, от него не будет никакого эффекта, это другое дело, будет дешево, как бы, и сердетое. Ну, если вы хотите, если вы хотите результата, то вы увидите, да, там, что кармин, он производится там-то только, да, а если канделильский воск, он только там-то, а карнаубский воск, он только там-то, да, то есть, ну, поэтому, для того, чтобы вот такие качественные ингредиенты добавить, как вы думаете, это вообще стоит денег или нет? Я думаю, что стоит, да, я думаю, что элементарно что-то привезти откуда-то, это не будет стоить пять копеек. А второе составляющее, вторая составляющая, это технологии, да, так, одну секунду. Можно здесь не кричать мне. Вторая составляющая, это технологии, да. Вот представьте, что я ученый, да, например, я ученый, и сижу, вот у меня такие очки, там, я всю жизнь сижу, что-то разрабатываю, и вдруг я сделала какое-то научное открытие, я сделала открытие, как там при помощи, там, к примеру, там, стволовых клеток растений, там, что-то делать, супер-мега омоложение. Вот. И как вы думаете, я это буду продавать за пять копеек? Конечно, нет. То есть, я это выставлю, грубо говоря, свою формулу на торги, и, естественно, продам по компании, которая может заплатить самую большую цену. Соответственно, поскольку компания Mary Kay, это компания миллиардер, поэтому она, благодаря своим высоким доходам, своим деньгам, имеет доступ к самым лучшим технологиям, которые она просто может просто тупо покупать и внедрять в продукцию. Вот эти все называются запатентованные формулы, которые вы слышите, да, там, запатентованные формулы, там, Матриксил 3000, да, там, сама вот эта формула Таймвайз, откуда это вообще, что это, вот, запатентованные в нем решения есть, в эмульсе есть и так далее. Это очень серьезные вещи. Это все стоит огромного количества денег. Это тоже входит в стоимость продукта. Можно, конечно, у себя дома в кастрюльке сварить, да, там, ну, многие позиционируют свою косметику как натуральную, и натурально это все замечательно, но высокие технологии помогают достичь гораздо большего результата. Третья составляющая, это, разумеется, доставка, да, то есть, если вы посмотрите, что часть продукции, которую мы используем, она сделана на наших европейских, а часть на наших американских заводах. Ну, наверное, это нужно привезти, но вот как это вы привезете, в этом есть большое отличие, да. Можно привезти на фурах, да, можно привезти на ишачке, на поезде, там, да, можно там приколбасить на тележке, да, и, разумеется, от способа доставки будет варьироваться цена самого продукта. Если вы заметили, то вся наша продукция, она не полная. Иногда, когда мы приносим ее клиенту, они говорят, здесь как будто бы чего-то не хватает в тюбике, да. Никогда у нас не бывает полный тюбик, потому что очень много такая продукция перевозится самолетами. И это самый дорогой способ доставки. Вот вы даже письмо отправите, у вас будет авиапочтой, да, предположим, или поездом, или там чем-то еще. То есть авиадоставка, она самая дорогая. Поэтому, чтобы ничего не взорвалось, всегда есть там люфт, да, всегда есть воздух, неполная у нас продукция. Ну, представьте, да, вот вы перевозите, например, на грузовички, да, там, фурами перевозите. То есть вы, например, не очень богатая компания, и, думайте, дешевле мне на грузовичках перевезти. И вот вы ведете, вот у нас сейчас, вот, я приехала, у меня термометр в машине показывает 42 градуса. В общем-то, я приехала в полдевятого вечера. Представьте, что где-то в степи это доходит, я думаю, до 50, а, возможно, на солнце до 60 нагревается машина. Кто там будет супер-мега-холодильники вам делать? Да нет, конечно, иначе это будет точно так же по стоимости, как перевозить самолетом. Поэтому это все жарится, а зимой это все охлаждается, морозится. И проблема в том, что нашу продукцию, ну, впрочем, как и любую другую, это нельзя сильно жарить и охлаждать, да. От этого очень сильно портится ее качество. То есть если вы, например, пережарите дневное решение, оно у вас свернется, как вот молоко бывает, сворачивается, да. А если вы пережарите помаду, у вас масло отделится от самой помадной основы, да, и будут такие крупиночки на нем, да. Не крупиночки, а как бы такие капельки. Если вы переморозите карандаш для губ, он будет ломаться, вы будете проводить, раз, постоянно грифель сломался, опять выдавили, опять раз, сломался грифель, к примеру. Поэтому для того, чтобы у вас был нормальный качество продукции, компания вкладывает средства, да, и переводит все это самолетами. Как вы думаете, это входит в стоимость продукции? Разумеется, входит, да. Последнее, что входит в стоимость продукции, это, конечно же, хранение, да, потому что можно это хранить там у себя в гараже, да, или что-то. Ну, можно какое-то просто снять склады, какие-то там контейнера и так далее. Опять-таки, ну, сколько там оно будет, несколько месяцев пролежит, и вы получите уже продукт, который будет далек от совершенства, и ваши клиенты будут вас материть. Зачем это надо? Поэтому компания, я не знаю, как у вас в Москве, но у нас, когда человек становится лидером, он посещает такое мероприятие, как «Бит лидеров», и там вводят всех директоров по всем отделам компании, в том числе и приводят на склад. И вы тогда, когда внутри склада побудете, вы испытаете огромную гордость нашу компанию, потому что это огромное помещение, да. где стоят дорогостоящие, вообще бешено дорогие всякие агрегаты, которые постоянно, круглосуточно, 365 дней в году, 24 часа в сутки, да, держат постоянную температуру, постоянную влажность, постоянное давление. И если даже нет света, то грубные генераторы все равно продолжают поддерживать для того, чтобы ваша продукция хранилась в идеальных условиях. И даже если она там пролежит, там, по года или год, вы ее со склада получили, да, максимально, в максимально идеальном состоянии. Это понятно? Естественно, все это входит в стоимость продукта, да, и, разумеется, это не может стоить 5 копеек. Теперь по поводу дорого. Когда вам говорят дорого, да, вариант номер один преодоления этого возражения, это использовать дорого как преимущество, да, то есть это я применяю к тем женщинам, если я вижу, что, например, она такая ухоженная, да, какая она старственная, такая красивая, сама ухоженная, там, одета так красиво, у нее какие-то там аксессуары, там, прибабасы, да, и если бы мне Анна сказала, ну, у вас же дорогая косметика, да, я бы ей сказала, да, у нас косметика не дешевая, но такой роскошной женщине, как вы, я бы ни за что не предложила, или мне, я бы даже постыдилась предложить что-то дешевое и некачественное, да, то есть использовать это как преимущество, да. Вариант номер два, да, один из самых распространенных называется разбивание цены, да, то есть он применяется в основном на классах по красоте во время коллективного завершения. То есть, когда вы говорите, да, я вас очень хорошо понимаю, но в свое время, когда я начала пользоваться этой продукцией, я посчитала и увидела, что ее хватает на целый год, это 730 раз использование. Делите эту сумму, да, на 730 и получается какая-то вот цена, то есть как, и вы как бы спрашиваете, вот эта цена как для вас, это дорого, дешево или доступно, да, то есть, а также можно сравнить с чем-то незначительным, да, вот, например, там получается 4 рубля, да, можно спросить, как вы думаете, что такого замечательного, полезного, такого качественного, там, великолепного можно приобрести за эту фантастическую сумму 4 рубля, вот. Следующее называется разбивание остатка, да, это вариант номер 3. Разбивание остатка, это значит, когда она говорит, ой, ну, например, там 5000 евро, это чуть дороговато, да. Я говорю, я вас понимаю хорошо, скажите, а сколько для вас так недорого? Она говорит, ну, было бы тысячи 3, да, я еще понимаю, да. Я говорю, отлично, я правильно поняла, что между вашим решением, да, обладать этой великолепной, потрясающей, там, вещью, да, там, например, этим уникальным, волшебным ароматом, да, и вашим решением не приобретать его, да, стоит вот эта сумма в 2000. Она говорит, ну, да, да, то есть, я говорю, вы знаете, этим ароматом, ну, в среднем женщина пользуется полгода, да, то есть, разбиваем его, там, например, на 180 дней, и, говорю, в день это вам стоит, там, столько-то, столько-то, ну, к примеру, там, какие-то копейки выходит, вот, и, соответственно, ну, грубо говоря, выходит сколько там, ну, там, не знаю, дветенькие, да, я говорю, и так между вашим решением обладать этим ароматом, и каждый день ощущать его волшебство, да, стоит вот всего лишь одна сигарета, выкуренная вашим мужем в день, потому что у нас одна сигарета стоит порядка 15 деньг, да, и это вот очень важно сравнить, да, что-то вредное, что человек другой, да, предположим, с вашей семьи, может быть, это одна жвачка, да, там, сжеванная, там, вашим ребенком, или одна сигарета, да, выкуренная, там, вашим мужем, да, по бутылке пива или что-то, с чем-то таким вредным, на что на самом деле люди тратят каждый день деньги, они даже не замечают, да, и вот эти несколько брызгов, которые вы себе позволяете в день, да, они стоят на самом деле в 10 раз дешевле, но неужели вы не можете этого себе позволить, вот, следующий вариант номер 4, да, один из моих любимых вариантов, называется он «соседка», да, то есть, я всегда говорю, когда она говорит, о, это там дорогая косметика, там, троливали, в этот момент я всегда говорю, можно я вам приведу один пример, только вы не обижаетесь, да, она говорит, да, он только осторожно на меня смотрит, да, да, а какой, я говорю, ну, вот, знаете, если у вас какая-нибудь соседка, там, женщина, там, живущая неподалеку, которую вы видите достаточно часто, ну, возможно, каждый день через день, есть такая, ну, есть, да, я говорю, ну, вспомните ее, ну, там, они вспоминают, я говорю, вы помните, какие у нее серьги, вы знаете, 9 человек из 10 не в состоянии вспомнить, какие серьги у человека, которого они видят каждый день, я не знаю, как в России, в Киргизии, у нас в Казахстане народ любит сильно золото, и он это золото покупает, и колбасит себе на уши, и, как бы, это стоит, еще они стоят прилично, то есть у нас меньше 100 долларов, вы не... Купите там комплект сережек, это обычно от 150, там, сапфирики или рубиники, да, там, не знаю, то есть вот наш национальный лидер приколбасил розовые сапфиры, откуда-то, то ли, с ЮАР, да, у нее такие сережки, там такие маленькие, такие, ну, как бы, небольшие, такие сережки, там такие маленькие розовые сапфирчики, там, по-моему, по полторы тысячи долларов. Ну, и представляете, я говорю, представляете, говорю, вот человек, может быть, потратил, да, там, 200, 300, там, 500 долларов, да, на золотые сережки, там, с какими-то там камнями, и никто этого не знает, она такая, да, вообще-то, да, я говорю, скажите, а если бы у нее прыщ на лбу соскочил, вы бы заметили? Она такая, ну, конечно, заметила, я говорю, а если бы она пигментными пятнами покрылась, вы бы заметили? Я говорю, ну, конечно, я говорю, или сморщилась, да, как старый там сапог, вы бы заметили конечно заметил я говорю так может быть и стоит продать свои серьги и на все деньги купить себе качественные крема который избавит ее от прыщей и пигментных пятен и разгладит лицо как бы это такой риторический вопрос но я его задаю не улыбаясь смотрю на нее ожидая ответа вот понятно с этим следующее это что там у нас номер 5 до называется вечернее платье у каждой из нас в шифонере а висит какой-нибудь вечернее платье обычно тоже стоит достаточно дорого но мы его одеваем ну не знаю ну раз в год носите три раза в год на потом на следующий год же вроде как не оденешь то же самое платье или два раза в одну ну к одним и тем же людям дал не оденешь то есть уже скажешь у тебя там типа другого платья нет вот поэтому представляете я вот говорю вот люди готовы потратить там 100 150 200 долларов на еще раз говорю платье в котором я была на национальном семинаре когда мне вручали награду за бескорыстие да стоит 700 долларов а вот как бы вот я в нем два раза все и так то есть я говорю для чего как вы думаете человек ну приобретает вечернее платье ну как ну чтоб себя чувствует королевой да там что все внимание говорили комплименты там тырым-тырым да там все восхищались а вот я говорю то есть обычно объясняю что как вы думаете если вы увидели женщину не ухоженную там все страшно там ну какой-нибудь да ну не страшно там не ухожена с какими-то дефектами да там на лице положим со смущенной кожи и она была очень дорогом платье как вам вообще-то что-то говорят игры и наоборот в таком может быть не более простого платье но женщина у нее идеальная идеальная кожа потрясающими там выглядит 20 на 20 лет моложе себя дано все-таки подтянута шикарно там не супер вообще все а безупречно конечно тогда лучше игры так может быть стоит может быть купить и пасе попроще и потратить чуть больше средств на то чтобы сделать безупречным то что под платье сверху да тоже ну вот такого плана до следующая это когда мы можем предложить ей хозяйку класса то есть в этом случае как бы в основном это когда уже человек что-то пробовал да но обычно не на классе попробовал как-то вот может быть вы какую-то делали презентацию или тестирование дают и чтобы пройден как хочет что-то приобрести но в то же время немножко сомневается да потому что деньги уже жаба давит да вот и в это время вы в это время я спрашиваю скажите пожалуйста вам не понравилось качество продукции да вы не верите в результативности и и все дело только в цене если предположим она говорит нет не понравилось по класса я там видно все дело в цене да я всегда спрашиваю скажите пожалуйста она была на половину дешевле и вы ее получили в подарок вы быстро этим пользоваться ну конечно стало бы на игру можно вам расскажу на как вы можете получить со скидкой или в подарок и рассказывали как стать хозяйкой класса то же самое да если она ну как бы по поводу можно то есть я правда это говорю же применяю очень редко в том случае если человек мне очень сильно понравился и я так смотрю наблюдаю за ним и очень сильно хочу чтобы этот человек был в моей команде в этом случае на это возражение всегда говорю ну точно так же говорю если бы вам не понравилось качество или все дело только в цене если он говорит что сидел только в цене и горы скажите а если бы это было ровно в половину дешевле вы бы стали этим пользоваться она говорит ну конечно стало бы игры могу я вам рассказать как вы можете это приобретать на половину дешевле вот такого плана и рассказываю как ей стать консультантом по красоте компании моряки и приглашаю там ее на бизнес интервью вот так с этим понятно с дорого есть какие то вопросы у одной арман нет вопросов у остальных и видимо вопросы есть они молчат женечке все понятно отлично можем переходить до другим возражениям хорошо итак значит следующее возражение это одно тоже из моих любимых вообще все мои любимые возражения да и в конце я вам скажу очень такую замечательную вещь и она вас очень сильно вдохновит напомните мне чтобы я в конце вам рассказала про секс хорошо вот это вас очень сильно вдохновит на и так по поводу гормонов а ну первых начнем с того что я хочу чтобы вы просто знали что у нас гормонов нет гормонов нет нашей продукции ни в одной нет никаких гормонов животного происхождения да есть некоторые средства в состав которых ходят фитостеролы да это так называемые растительные гормоны то есть на самом деле это не гормоны а просто растительные ингредиенты которые имитируют действие гормонов то есть они по действию конечно они слабее гораздо но тоже достаточно сильные по сравнению с растительными ингредиентами и вот эти фитостеролы да они абсолютно безопасны для нашей кожи не вызывают никакого привыкания холодно сыночка мне жарко ты не выключай ладно или или ну хорошо и так первое что очень важно чтобы вообще в принципе понимали что компания наша американская гормоны давным давно еще 60-х годов запрещены в использовании в косметических средствах поскольку они любые гормоны животного происхождения они влияют на нашу на наш организм то есть на органы нарушает этот общий баланс до наш гормональный здесь присутствует надежда борисовыми она на свое время нас очень здорово учила да какая вообще вот эта система сама почему при гормонах может возникать привыкание то есть чего все боятся все боятся что если они будут использовать средства какие-то с гормонами и если потом они перестанут ими пользоваться не резко пост постареют мне вообще очень нравится что вроде бы все об этом знают но как глубже копней никто вообще не понимает механизма просто они тупо повторяет пугай что-то где-то от кого-то слышали просто кричат на самом деле почему это опасно почему например гормоны животного происхождения опасны для нашего организма и как почему они вызывают зависимости привыкание чем это плохо вы это можете представить легко легко в виде такой простой схемы что у нас вот представьте виде военной структуры у кого мужья военные думаю им легко будет представить а предположим у нас есть мозг это штаб генеральный штаб у нас есть пограничники у нас есть границы это кожа да и на ней у нас пограничники находятся под кожей находится рецепторы которые смотрят еще что там попадает на кожу а то есть зависимости от того это хорошее или плохое то есть они или пропускают или дают как какой-то в мозг штаб дают какое-то донесение что у нас какие-то там за что-то происходит на границе то есть все что поступает это какие-то там предположим поступают грузы до перед границу переходит через там можно и у нас есть свои собственность есть собственное производство есть у нас органы которые вырабатывают гормоны это не щеки надпочечники щитовидная железа и во время беременности это плацента это все органы которые вырабатывают какие-либо гормоны да ну мы сейчас конкретно будем говорить о яичниках которые вырабатывают женские половые гормоны в частности эстроген наличие эстрогена напрямую влияет на молодость кожи и вот предположим да если мы какие-то там гормоны накожно ввели намазали на кожу да у нас конечно великолепный результат на коже но у нас пограничники сразу сдают что называется быстренько посылают информацию в мозг что мы получили порцию гормонов то есть мозг он все контролирует он поддерживает баланс в организме у него во всем есть логика до мудрость поэтому он говорит так думать раз моя хозяйка налепила гормоны на кожу значит нам нужно послать приказ заводом чтобы они вырабатывали меньше гормонов и соответственно эти наши органы наши заводы привыкают вырабатывать меньше гормонов то есть они начинают работать и на сто процентов как они раньше работали а на 90 там на 80 грубо говоря не как бы немного усыхают и когда вдруг вы перестали лепить на лицо эти гормоны а заводы то уже все как бы все за рабочих распустили половину сократили станки продали оборудование продали эти сдали в аренду там землю продали все все уже как бы вернуться к прежним объемом они уже не могут и поэтому наступает резкое старение вам понятно почему гормоны действительно приносят вред другое дело что у нас косметики их нет да еще раз я напоминаю о том что компания это американская да и америка если вы смотрите фильмы это страна юристов то есть там каждый юрист и все американцы они с утра до вечера занимаются самым любимым своим занять они друг с другом судятся то есть за каждую фигню они судятся то есть зашел заступил на лужайку соседа там он это подал в суд бабушка предположим бабушка засунула кошку в микроволновку и этом хотела посушить кошка сдохла бабушка подала в суд на компанию по производству микроволновок почему там написали что нельзя там сушить животных выиграла несколько миллионов долларов вот молодец бабушка все представляете если бы например у нас содержались гормоны которые официально запрещены в америке это продукция производится головной офис в америки да все основные заводы там кто-то бы уж там ушлых людей очень много до которые хотят просто так на пустом месте срубить немного деньжат они бы неужели бы они не пошли до никакой за 50 лет до 3 миллиона консультантов сколько ну предположим там не знаю 150 миллионов клиентов и ни один не догадался пойти проверить да наши средства какой-то там независимой лаборатории если бы там хоть кто-то нашел хоть один гормон уже бы давно нашу компанию не знаю разделе куда штанов везде бы это разводили в сми и так далее не рак не иран это простая обычная косметическая компания вторая причина почему вам может быть так легче будет объяснить да что нет наличие гормонов потому что вы знаете если достаточно долго вы используете гормональный гормональную косметику то есть вы я не знаю если кто видели вы заметили что мы директора сами пользуемся морякой ну если что и пользуемся мы не они не один год мы пользуемся десятилетиями да например мама пользуется уже больше 16 лет да я пользуюсь около 12 лет а и так далее но представьте что если бы это была вся гормональная гормональная косметика мы ее бы наносили в 12 лет по 730 раз в год чтобы произошло произошло бы вот что там деле когда вы долгое время используете постоянно гормональную косметику вас начинают появляться за счет того что яичники начинают меньше производить эстрогена у вас как-то в этот баланс между тестостероном и то есть мужскими половыми грязнями половыми гормонами он немножко этот баланс сдвигается да и могут появиться такие как бы вторичные до мужские половые признаки то есть ну вы увидели иногда бывают женщины и какие-то усики там бывают грубый голос да то есть это все как бы такого гормонального плана кожа такая огрубевшие там и так далее вот то есть оволосение грубение голоса там неприятный запах и так далее это все может появиться если у вас начинает гормональный баланс чуть сдвигаться а представьте вот если бы например я бы пользовалась лет гормональной косметикой у меня боже бы борода была бы до колен поскольку вы меня видели вроде бы как бы особых вот таких там устачьих да там усов там или бороды вроде бы я не замечала и а мама бы которая пользуется больше 16 лет уже бы была бы похожа на йети да на снежного человека или и и бы пришлось бы каждый день ее брить это был бы вообще капец котенку поэтому весьма маловероятно это обязательно бы как-то проявилась это что касается чтобы это не обязательно рассказывает там кому-то я просто хочу чтобы вообще в принципе владели информации о том что это такое да и что это и едят на самом деле у нас есть вот у нас раньше вкладывали сертификат гарантию качества сумку делюкс я думаю что при желании можно запросить всегда у компании какие документы потому что продукция обязательно проходит сертификацию на вредные вещества а на те которые вызывают привыкание на аллергены на препараты которые там радиоактивные на которые стермоядерных там нефтепродуктов да и так далее то есть обязательно проходит и у нас антиокачество потому что в госорганах проходит проверку а вся наша продукция при желании всегда это просто можно запросить у компании а потом это пламинировать и с собой носить и предъявлять потому что в отличие от тех кто кричит что морякей это гормональная косметика я не видела ни одного человека среди этих кричащих людей которые могли бы предъявить хоть какой-то документ и поэтому сейчас мы переходим наконец-таки к технике того что как преодолевать это возражение так когда человек говорит о эморика это гормонально да первое что я спрашиваю ну я делаю с намиру милое лицо и одно из первых чему я учу своих консультантов это делать морду кирпич то есть всегда термоядерная улыбка на 32 зуба я говорю очень интересно замечательно а откуда у вас такая информация мило улыбаюсь человек обычно там что-то начинает говорить о том то то что то там сказали где-то слышал и так далее я всегда говорит а предъявил предъявлял ли это человек какую-то документацию да может быть он вам показывал заверенное свидетельстве результаты независимой лаборатории да а что они провели там исследования и действительно обнаружили там гормоны продукции компании моряка награде нет да там я думаю вы знаете для вас очень хорошо понимаю свое время меня тоже очень часто в обе это были разные некомпетентные люди и мы улыбаемся моя задача показать ей что а в принципе это я говорю всегда что существует да какая-то определенная конкуренция существует слухи и слухи сплетни и просто болтовня вплоть до того что у нас чуть только люди не говорят да согласитесь там до ленин голубой там еще какой-то там кто-то пришельцев видел ну то есть вообще у людей язык же без костей я говорю как вы думаете как вообще отличить сплетни от реальность от истины и истина всегда может быть документально подтверждена да поэтому говорит может человек все что угодно но если попадаются такие сильно ретивые говорят о этом ну что-то знаете бывает несколько неадекватные люди они в придаве везде есть и они что-то начинают там кричать прямо знаете там кричать там ой я знаю там или какую-то вот ну ерунду говорить у меня всегда ежели за бетонный способ да как унять этих ненормальных людей я делаю муду кирпичом это первое как всегда да и говорю отлично да и вот вы действительно уверены в своих словах в том что вы сейчас говорить да потому что то что вы информацию вы сейчас вы даете она бросает тень на компанию на продукцию на компанию где работают 3 миллиона консультов да в том числе и я и тысяча человек которые работают в моей ветви настолько ли вы уверены что готовы нести ответственность за свои слова если там человек знает быстренько он раз так как-то настораживается я говорю хорошо давайте вот у нас есть свидетели пожалуйста давайте возьмем этих свидетелей и вместе с этими свидетелями мы пойдем в независимую биохимическую лабораторию и возьмем любое средство моряки и отнесем его на экспертизу только мы не просто отнесем да а мы сейчас с вами заключим при свидетели при свидетелях такое небольшое пофиге какое-то подпишем соглашение и вы его подпишите реально заверить то есть если там есть гормоны я вам сразу даю тысячу долларов прям при этих свидетелях прям на выходе из наизависимой лаборатории если нет то вы мне даете тысячу долларов давайте мы съездим к вам домой вы возьмете тысячу долларов я возьму тысячу спокойненько пойдем а все проверять смотря задача как бы немножко вывести людей на чистую воду а то языком тут трепать все гораздо смелой улыбочкой всякого раздражения давать если вы так уверены я хочу предоставить вам возможность заработать лишнюю тысячу долларов как-то быстренько сразу с них слетает пись и они быстренько куда-то стараюсь не один человек за двенадцать лет никто со мной никуда не пошел быстренько они покинули поле боя на естественно то есть моя задача просто не ходить потом не издеваться ха 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 там сволочь да говорит ну бывает бывает горе люди в заблуждении нечего страшно я вас очень хорошо понимаю вот такого плана то есть есть люди тоже опять-таки не адекватно для них мы используем более жесткие методы да вот они видимо любители жестких методов вот и поэтому когда вот бывает когда они кричат не все равно нет дыма без огня отчего вот это все говорят да там и так далее я всегда говорю я вас правильно поняла что ваша уверенность том что в нашей косметике есть гормона основана на том что все говорят если думаете раз как бы все говорят то значит это правда ну да чего мы откуда отлично да можно я вам приведу один пример только вы не обижайтесь предположим вы живете или вы работаете да там административное большое здание да там 12 этажей там офисы там тра-та-та а я сейчас пойду и и там людям шепну ну на каждом этаже хотя бы одной какой нибудь там болтушки или там которая якобы хранительница всех секретов шепну и что у вас бытовой сифилис за разной форме я уверяю что через какое то время об этом будет говорить абсолютно все и от вас будут потихонечку люди шарахаться то есть они будут обходить вас да там ну скажите потому что об этом все будут говорить у вас нет цифровой части филис он такой ну нет я говорю ну как же об этом же все говорят то есть моя задача показать ей что то что все говорят это не показатель я говорю ей что скажите а как вы еще можете доказать что у вас его нет но естественно сделать анализ на микрореакцию поэтому точно так же да то есть все говорят могут говорить все что угодно но реальность истина всегда может документально подтверждена вот и вся разница то есть я говорю у меня есть документы которые подтверждают то что отсутствие в нашей продукции гормональных составляющих так вот как бы такого плана понятно ли с гормонами вам в этом заснули на в этом и а и 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 Смотрит в корень, зайдет. Отлично. Итак, теперь про привыкание. Привыкание – это немного другого плана. То есть оно даже иногда не связано с гормонами. То есть иногда о привыкании говорят много женщин, которые даже вообще не подозревают, что такое гормоны. Они просто слышали про то, что кто-то говорит, что ой, моряки, к нему привыкание, как только если начнешь пользоваться, потом вообще будешь пожизненно, рап-лампы, будешь покупать это все, потому что если ты не купишь, все, капец, начнешь другой косметикой пользоваться, и все, превратишься там в какашку. Поэтому если это происходит, то есть вы сами должны знать, почему это происходит. То есть есть четыре фактора, почему если перестал пользоваться моряки, может ухудшиться состояние кожи. Первое, когда человек вообще в принципе говорит, ой, я там про привыкание, я всегда говорю, формация, да, она говорит, ну вот там подружка, например, сказала. Я говорю, хорошо, скажите, пожалуйста, а вот там, я правильно поняла, что ваша подружка пользовалась морякой, да. А потом она, я правильно поняла, что она перестала, да, перестала на другую косметику, да. На какую, она, например, там говорит на какую-то, да. Я говорю, как она стала пользоваться, ну и так далее. То есть мне эти важные вещи, потому что, или даже сама она говорит, я сама пользовалась. Я говорю, хорошо, на что потом переступили. Кто вам подбирал? Отлично, пробовали вы перед этим. Замечательно. Все ли средства у вас были одной линией там? Ну, то есть такие вот как бы вопросы сдаю. Ну, это мне нужно для того, чтобы я сейчас ей выкину все свои козыри. И расскажи о четырех вот этих факторах, почему состояние кожи может ухудшиться, если вы перестали пользоваться продукцией компании Морякой. И первое, это классика Жанна, когда человек переходит на более дешевую косметику, да. Ну, я всегда говорю, можно я вам приведу один пример, только вы не обижаетесь, да. То есть, кстати, кожа – это орган. То есть такой же, как и любой другой, предположим, как желудок, там и так далее, только он самый большой по площади, да. Давайте приведем аналогию с желудком. Предположим, вы пользовались, то есть вы ели какую-то качественную продукцию. То есть, ну, например, там мясо отборное, да, там вы это кушали, и все было замечательно. Потом вдруг наступил кризис, да, и вы взяли себе две коробки китайской лапши, да, или там ролл, там, не знаю, да, и вот стали утром, днем и вечером поглощать эту лапшу. Как вы думаете, через несколько месяцев что произойдет с вашим желудком? Ну, она такая говорит, ну, там, язвы произойдут, гастрит, там, запор, ну, не знаю, что такое, да. Я говорю, состояние вашего желудка ухудшится? Она говорит, да, да. Я говорю, хорошо, в этом случае я вам рекомендую вот такую вещь. Вы обязательно должны пойти, там, на рынок или в магазин, где вы раньше покупали мясо, и устроить там грандиозный скандал, да, то есть руки в боки и начать орать, да, ах ты сволочь ты, да, ты мне продавал гормональное мясо, да, с тех пор, как у меня к нему привыкание, с тех пор, как я перестала его есть, у меня состояние желудка значительно ухудшилось, да, и глаз ему сразу бить. А вот, ну, то есть я говорю, на самом деле, почему это происходит? То есть на самом деле это происходит, потому что, ну, это же понятно, что от дешевого и от дорогого, да, то есть нельзя получить одинаковый результат. Если вы пользуетесь какой-то хорошей продукцией и потом переходите на продукцию более дешевую, а я обычно спрашиваю, да, вы перестали пользоваться морякой? Ага, я говорю, а почему? Она говорит, ну, вот купила вот это, я говорю, а почему? Она говорит, ну, она там дешевле, да, предположим. Я говорю, если вы переходите с дорогого на дешевого, я говорю, вы какого результата ожидаете? Да, чтобы ваша кожа сильно обрадовалась, потому что я переверила на китайскую лапшу. Я говорю, вы знаете, если уж тогда так судить, то колоссальное количество вещей вызывает привыкание, потому что ваша кожа, она не нормальная, не дебилка, она как и любой человек, как и любой живой организм, она понимает, где лучше. Если вы ее потом пересаживаете на то, где хуже, она, конечно, возмущается и будет выглядеть хуже, да. Ну, я, конечно, кое-какие вещи вам скажу, но я их не говорю клиентам, да. То есть я считаю, что человек, если он думает, что он от дорогого и от дешевого может получить одинаковый результат, он не нормальный, да. То есть я всегда говорю, то есть у него ниточка между правым и левым по грушаре порвалась, то есть это ниточка, которая отвечает, чтобы там вообще какая-то была связь. Итак, у него обязательно ухудшится состояние кожи, и так ему и надо, потому что что-то у него с мозгом, да, какие-то проблемы. Если бы от дорогого и от дешевого был всегда одинаковый результат, девушке никто бы не ездил на Мерседесах. Ну, все бы купили там Ладу Калину или, я не знаю, что там, Запорожец, и на нем бы колбасились. Ну, зачем бы Парседес? Зачем? Столько лишних денег тратить, да. Никто бы не носил итальянскую обувь. Понимаете, все бы купили там китайское там вонючее на барахолке. И колбасились, да, а что? Да, я вас уверяю, да, что если сейчас, да, у меня дома только итальянская обувь, свыше 700 долларов, если я сейчас пойду на китайскую барахолку и куплю себе, блин, пару вонючих страшных туфель, у меня плоскостопие, я не могу носить нормальные, нет нормальные колодки, да, и у меня ноги так скрючат, да. Да, а почему это происходит? Проклятые итальянцы добавили гормоны в свою обувь, пропитали там подошву гормонами, у меня к ним привыкания нет. Попробуйте, кто ездит на машине, переседьте на общественный транспорт при 40-газбусной жаре, да. У вас конкретное будет привыкание, будет потом не то, что привыкание, у вас будет абстинентный синдром, у вас будет ломка. Вы когда в этом автобусе будете ехать, у вас будет конкретная наркоманская ломка, да. Если пересядете со своей машиной, вот этот автобус, где все воняют, уже потом, блин, провоняли, да, где эти все потные тела к вам прижимаются всеми местами, да, волосатыми подмышками, да, своими гениталиями, да, кто-то обострется, все это воняет еще в бензин. Думаете, разве у вас не будет привыкания к вашей машине? И вы выйдете, когда и скажете, господи, да что же это такое? А вы скажете, ооо, это привыкание, это привыкание. Проклятые там японцы, там французы, да, то есть, они пропитали свои машины гормонами, и теперь, вот вы теперь уже не можете ездить на автобусе. Да, конечно, будет привыкание. Так, следующее, то есть, первое, да, вы понимаете, да, что если человек переходит на более дешевую косметику, у него обязательно, обязательно, не просто там, у него обязательно должно ухудшиться состояние кожи, да, 100% гарантии, что у него ухудшится. Так ему и надо. Так, второе, вторая причина, второй фактор, это люди перестали пользоваться системно, да, то есть, предположим, раньше они пользовались, ну, если у нормального консультанта, да, консультанты, которые вот с моей ветой, они знают, что я назначаю прям системы, да, там, 5, 7, даже 8 средств, да, и я говорю, и хорошо, хорошо, вы когда перестали пользоваться моряки, что вы тогда приобрели? Я говорю, я там купила, там, молочко, например, там, икре, да, и говорю, отлично, то есть, раньше у него было, например, 5 средств, да, там, например, даже, предположим, ощущение увлажнения Тайваси, идеальное решение и защита, да, и стало у нее, например, два средства, да, я говорю, хорошо, можно я там приведу вам пример, да, то есть, например, вот вы готовите борщ, да, что должно входить в борщ, да, это мясо, это вода, лук, там, картошка, капуста, да, там, ну, там, что еще там, помидор, там, бла-бла-бла, да, я говорю, оставьте с этого только воду и лук, вкусный будет борщ? Нет, да, он говорит, ну, я говорю, ну, как же это, ну, как же невкусный? Я говорю, ну, подумаешь, там не хватает 5 ингредиентов, ну, вода-то и лук же есть, да, поэтому совершенно моя задача вообще, чтобы люди, да, вообще понимали, что вообще, если, опять-таки, человек думает, что он от семи этапов, да, и от двух, да, то есть, или от двух он может этапов получить точно такой же эффект, как от семи, у него что? Ниточка между правым и левым полушарием порвалась, да, то есть, он не в себе, не в своем уме, и так ему и надо, то есть, если он с системного ухода перешел вот на такой, да, там, умылся, что-то намазал, естественно, у него состояние кожи ухудшится, это к бабке не ходи, 100% гарантия, и так ему и надо, вот. Третье, это человек стал пользоваться массовой косметикой, да, ни одна косметическая фирма никогда в жизни не делала, не делает и не будет делать никаких клинических испытаний, никаких тестирований на то, как ее косметика сочетается с косметикой другой фирмы, то есть, никогда Эйвон не делает испытания, как Эйвон сочетается с Эрифлеймом, Арифлейм не делает испытания, как он сочетается с морякеем, и так далее, и так далее, и тому подобное. Клиник не делает испытания, как он сочетается с Виши. Поэтому, когда вы используете разномастную косметику, а это классика жанра, это постоянно бывает у людей, вот она перестала пользоваться моряки, да, например, и думает, ой, попробую я там что-нибудь, да, там другое, И начинается у нее молочко от одного, маска от другого, тоник от третьего, увлажнение от четвертого, сыворотка от пятого, спрей от шестого, пудра от седьмого, тональная от восьмого и покатила душа в рай. Еще у нее 150 масок, каждая от разной фирмы. Одна китайская, одна корейская, одна от КК. То есть, что происходит? На лице происходит химическая война. Чтобы представить, что это такое, вот таким образом делаем. Вот возьмите большую кастрюлю или казан и поставьте ее на плиту. И начинайте туда кидать просто все, что попадется под руку. Например, увидели в холодильнике кефир, на столе сахар, конфеты, мясо, соленые огурцы, горошек, пряники. Что-то там, ну, опшу увидели, ой, мед. И вы все, короче, колбасите-то, колбасите-то, колбасите, да. Что происходит? На самом деле никто из вас не будет иметь ни малейшего. Понимаете? Какое блюдо получится в конце? То есть, даже не блюдо, назовем это словом бурда, да. Какая бурда, да, получится в конце, когда это все сварится. Точно так же человек, который пользуется разномастной косметикой, да. Он устраивает на своем лице полигон для испытания косметических средств разных фирм. Это химическая война. Почему? Потому что, например, компания Морякей обязательно тестирует все средства, чтобы на идеальную совместимость между собой. Вы можете взять любое очищение Морякей, прилепить к нему любую маску, увлажнение, любое дополнительное средство. И я вам даю стопроцентную гарантию, что все они между собой идеально сочетаются, да. Но добавьте к этому там маску с другой фирмы или увлажнение с другой фирмы, и я снимаю с себя всю ответственность. Почему? Потому что, да, когда вы используете средства разных фирм, вы не можете знать, может быть, там содержатся ингредиенты, которые, например, нейтрализуют действия друг друга. То есть одно сильное, другое сильное, но они смешиваются и как бы оба теряют свои полезные качества. Может быть, там содержатся ингредиенты, которые конфликтуют между собой, их нельзя вместе наносить. Может быть, там содержатся ингредиенты, которые вступают в какую-то химическую реакцию, да, когда вы наносите, может быть, там что-то происходит страшное, да. А вы даже и не подозреваете об этом. Может быть, там содержатся ингредиенты, которые дублируют друг друга, то есть делают вам передоз, да. Говорится, да, как бы никотиновая кислота, это очень хорошо, но капля никотина убивает лошадь, да. Поэтому все зависит от дозировки, да. И когда вы используете разномастную косметику, на самом деле это огромнейший риск, огромнейший риск, и никто не может просчитать, что вы получите на выходе, да. Это будет натуральная бурда. И последнее, это индивидуальный подбор, да. То есть это то, о чем я всегда говорю на классах, да. Предположим, если косметику компании «Моряки. Уход за кожей», да, вам подбирает консультант по красоте, который прошел специальное обучение, он знает все составы, он знает механизмы действия, он знает вообще, что происходит с кожей и так далее, и так далее. То здесь вы начинаете подать себе сами по каталогу или при помощи продавца, который не является косметологом в розничной торговой сети, да. И вместо профессиональных знаний начинаете ориентироваться на красоту тюбиков, на запах, на рекламу, на советы подружек и прочее, прочее, да. Не подозревая о том, что то, что подходит к подружке, подружке от этого у вас может лицо отвалиться, да. Не задумываясь о том, что, как бы, уход за кожей – это как подобрать себе платье, да. Нужно мерить, да. Если вы смотрите и думаете, ой, как на Анжелине Джолих сидит красиво это платье, попробуйте налепить это на себя и посмотреть результат, да. Возможно, на вас это будет что-то нечто кошмарное, да. А вот. И я всегда говорю, что правильный подбор – это ровно 50% результата, да. И очень часто люди, которые неверно подбирают себе уход за кожей, не имеют значения, насколько качественные средства, да. То есть вы можете неправильно подобрать себе виши, неправильно подобрать себе клиник, там, израильскую косметику, париале и так далее, и так далее. Да, то есть если вы неправильно подбираете, торговая марка, бренд не имеет никакого значения. Вы изуродуетесь, я хоть, хоть, да. Вот. И я привожу такой простой пример, да, что кожа – это все-таки, девушки, это же не одежда, да. Одежду можно стять. Ладно, фиг с ним, волосы неправильно уложили, можно как-то помыть голову, да. Ногти можно стереть, перекрасить, да. Ну, кожа, она таких еще не прощает, да, потому что вы же что-то лепите, это же все уже впитывается, наверное. Вот. Поэтому, я говорю, представьте, что, например, у вас что-то заболело, да, какая-то болезнь, да, там у вас, приступ, да, там, инфаркт случился или инсульт, да. И, ну, что-то произошло, там, приступ холецистита, там, аппендицизм, что угодно, да, непроходимость, да, там, протопов каких-нибудь. И вы такие, да, открыли каталог, это что значит, да, в медицине каталог, это фармакологический справочник, да. И вы такие, открыли и лежите, такие, листайте, думайте, какое у меня лекарство себе выбрать. Вот это вроде у него красивая бутылочка, да, там, а у этого цена приемлемая, да. И раз себе чуть-чуть там подобрали, раз ведь их умерли, да. Никто виноват. Ну, вот, как бы, такого плана. То есть, вам понятны четыре, да, фактора, которые влияют на то, что кожа может действительно, состояние кожи может ухудшиться, если вы перестали пользоваться морякой. Да, но это не имеет никакого отношения ни к гормонам, ни к привыканию. Нет никакого привыкания, да. Просто вы или перешли на более дешевую, отбираете без специалиста, да, или у вас на лице химическая война, у вас смешанная асметика, да, или у вас недостаточно средств для получения результата. То есть, недостаточно, у вас не системный уход. Вот. Какие есть ко мне вопросы? А, про секс обещала рассказать, да. Вообще, в плане преодоления возражений, да, я вам рекомендую, я вам рекомендую идеально выучить все ответы на все возражения, да, и тогда вы перестанете их бояться, да. Возражения, это, мне хочется их сравнить с такой вещью, как, например, уроки самообороны, да. Предположим, вот если вы идете вечером по темному переулку, да, и если вы не владеете, да, там, если вы, там, не чемпион, там, предположим, по дзюдо или карате, да, по карате, предположим, да, и вы идете и думаете, блин, так страшно, то есть вы все, там, кто-нибудь вам что-нибудь скажет, вы уже, как бы, да, или при любой конфликтной ситуации, да, например, вы уже как-то стараетесь спасать, там, убежать или уступить или что-то, да, там, а если вы, предположим, отлично умеете драться, да, то есть вы знаете все приемы, да, то есть у вас наоборот, у вас наоборот драйв, да, то есть вы думаете, вы идете и еще нарываетесь, да, думаете, ну-ка мы, ну, докопать меня что-то, ну-ка, ну давай, иди, что ты хотел, да, почему-то потому что вы знаете, что сейчас только вон так, и вы ему нас с этой стороны, только он с этой стороны, но он нас это и раз, у вас совершенно другое к этому отношению, у вас наоборот, какой-то спортивный азарт, такой интерес, да, мне бы хотелось чтобы ваше отношение к возражению было такое чтобы не сразу там когда возражает нам что-то сказали там бывают все-таки сварливые визгливые такие бывают бабенки они такие начинают визжать они просто так не говорят они вижу как потерпевшие а вот как ошпаренные вот и консультант сразу как-то теряется он раз и старается куда-нибудь до быстренько поджав хвост убежать на самом деле у вас должно быть только ну-ка давай-ка выйдем один на один сейчас я тебе покажу вот ну вот как бы такого плана то есть вот эта уверенность себе это спокойствие это даже какой-то азарт этот драйв он обязательно появится у любого высококлассного профессионального консультант по красоте то есть я вам желаю чтобы были такие что на вас где сядешь там и слезешь город откроешь там быстренько его закроешь и пойдешь быстренько за кошельку а приобретает на все заработанные деньги продукцию наш великолепный продукцию в компании море кей ну что про секс теперь секс это моя любимая тема я все время говорю про него очень его люблю и вам советую на что значит предположим что вы сейчас да да даже именно так предположим что вы когда что-то начнете делать да возможно у вас не сразу все получится может быть не сразу будут заказы может быть не сразу когда у вас получится красиво так при преодолевать возражения да или все это говорить даже если вы выучите но может быть первых несколько раз будет да не очень и всегда тогда вспоминайте свой первый сексуальный опыт да вот так сейчас вспомните какой он у вас был первый сексуальный опыт ваш первый секс а какой он был ну не буду ждать что вы там будете писать просто а когда это спрашиваю на тренингах задают вопрос очень говорят корявый неуклюжий да все что-то не не так не туда не с тем да как-то паника никакого удовольствия да все такое да типа быстрее бы все закончилось да но как бы какая-то суета нервозность да да какой нам оргазм то вообще там господи живой бы просто уползти тогда а скажите негативный опыт да это негативный опыт да но тем не менее вы знаете никто из вас по моему не перестал этим заниматься да а более того вы еще с каждым годом все сильнее и сильнее наяриваете то есть почему происходит почему я всегда говорю ну а почему вот вы не перестали заниматься не ну как игры ну а что вы делали что-то было вот как бы уже нормально ну что делали меняли партнеров да там спрашивали советов дал у более опытных людей ну что мы еще делали там ну позу меняли да там или там ну какой-то изучали литературу там на эту тему экспериментировали рисковали давно не в моряке точно так же да поменяйте человека да там партнера проконсультируйтесь тем кто более опытный да а поменяйте позу у вас на какую тему все на то же все на то же как стать гармоничной личностью гармоничная личность она везде хороша и в моряке и в постели и на кухне да и на сцене да это гармоничная личность настоящий лидер моряке вот именно такой это именно гармоничная личность я вам всем желаю быть гармоничной личностью всем грандиозных успехов великолепного семинарска поздравляю поздравляю вас с новым годом спокойной ночи покажите сегодня мужьям небо в алмазах вот а я к тому что если у вас даже какой-то есть негативный опыт просто продолжайте это делать совершенствуйте читайте кама сутру в конце концов и будет вам счастье я очень рада очень рада девушки спасибо дай бог будьте профессионалами и тогда и идите по жизни с легкостью не относитесь к нашей работе как-то сложному у нас великолепная очень веселая интересная потрясающая работа творческая да вы можете сюда внести хоть какие элементы до веселье юмор что такое замечательное но все всем спасибо а до свидания вов надеюсь получилось сделать запись вебинара да я думаю что нам это понадобится очень рада леночка очень рада леночка что те все такой ночи женщины спокойной ночи всем калининградским киргизским а тараусским и алматинским консультантам и лидерам до свидания и